Друзья, привет! Снимал видео, где свой автомобиль проверял полный привод на сваренных мною роликов. Очень много было комментариев, сам производитель Autograd Technology участвовал в этих комментариях. Вот. Сегодня что мы хотим? Сегодня хотим посмотреть автомобиль Duster. Duster у нас 1.6, а электронные помощники только ESP. Да, Алексей, правильно же? Только помощники будут ESP. Попробуем по диагонали поставить, попробуем под заднюю часть поставить, попробуем под переднюю часть поставить. Посмотрим. Электронные помощники нам будут лучше помогать, чем на Ниве установлено на данный момент три самоблока. Устанавливаем и пробуем. Поставили три ролика под задние колеса, мы с вами поставили, и под одно переднее колесо. Включаем полный привод, ESP, отвечаем. Пробуем. Первая передача. Как видите, автомобиль стоит на месте, пока никуда не едет. Крутятся три колеса. Передняя левая стоит. Так, Алексей, давай. Мне надо газу дать чуть-чуть, чтобы электронный подработал. Ну, теперь давай попробуем электронные помощники. Вдруг съедет. Ну, пробуй, больше газа. ESP выключать не буду. ESP работает выключение системы только на одно действие. Оно работает постоянно. Чтобы в момент, когда у тебя нужен электронный помощник и не глушит двигатель, то есть занос системы восстанавливает, то есть она не только тормозной системой отрабатывает, но и двигатель. Чтобы не было глушения двигателя в тяжелые условия, выключается как бы ESP. Это просто-напросто функция, которая отключает глушение двигателя, то есть занижение оборотов. Это единственная функция. ESP работает всегда. То есть оно не отключается никогда. И кроме глушения двигателя. Не глушения, а понижения оборотов. Хорошо. Сейчас мы как поедем? Больше оборотов? То есть стандартное положение. Чуть-чуть больше оборотов, чтобы электронный помощник сработал. Пробуем, давай. Руль держи ровно. Поехали. Так, как видите, не получается. Ладно, понятно. Давай попробуем выключить. Ну давай, попробуй. Сейчас-то выключил, да? Так, тест можно сказать закрытый. Автомобиль Duster с одним колесом, который находился на асфальте, выехал. Поэтому дальнейшие тесты снимать я вообще не вижу. Вот пример, что отличный автомобиль Duster на самом деле. Ну на самом деле, я говорю, дальше снимать нет смысла. Если автомобиль выехал с одним колесом. Ну это уже, ну это круто. Это очень круто. С одним колесом выехать. А есть вот автомобиль, который вторая генерация Duster. Угу. Вот этот новый. Значит, я на нем пробовал. На нем ездил на дизельном, на двухлитровом, бензиновом. Пробовал электронные помощники. Если здесь у них электроника еще лучше настроена. Принцип такой. Если здесь мне надо дать чуть-чуть оборотов, чтобы сработала тормозная система. АБС, ЕСП и так далее. То там чуть-чуть газанул. Буквально, может быть, оборот максимум одного колеса. И сразу схватывает вся система. И он выпрыгивает гораздо эффективнее. Ну понятно. Ты знаешь, я когда свой автомобиль снимал, я таких оборотов, конечно, не давал. Я на первой пониженной, ну максимум полторы тысячи давал. Они так настроены. Нет, я просто говорю. Я вот думаю, если на моем автомобиле давать больше оборотов, возможно, что дифферциалы повышенного трения сработают. Они обязательно сработают, потому что они так и называются. Ну да, да, да. Потому что если бы жесткая у тебя была блокировка, тогда было бы другое дело, что он бы щелк, зажал его. А здесь именно нужно трение, чтобы сработали все имитации. Ну да, возможно, возможно. Ну, говорю, вот сколько я наблюдаю за твоим автомобилем. Алексей это участвует у нас почти постоянно на наших покатушках. И показывает результаты, ну классные. Постоянно везде выезжает. Что в зимний период, что в летний, что в грязь. Хотя, говорю, никакой там грубой резины у него нет. У тебя уже пробег какой на нем? 80 тысяч. Вот за 80 тысяч, я не знаю, ты что там? 1.1.6 H4R, который движок, который всех хает. Прожор масла. За 80 тысяч от замены до замены масла. А просто льешь хорошее масло, следишь постоянно за ним. Вовремя фильтра не имеешь, никакого расхода. Даже пока еще и специалисты сказали, и чашки клапанов работают замечательно, и цепь не слышно. Поэтому... Ну, единственное, ты сцепление менял, по-моему, да? Ну, сцепление здесь, да. Здесь сцепление стоит от Ларгуса. Оно очень слабое. Изначально? Изначально. Изначально из завода. Когда его сняли, посмотрели, что оно неэффективно. Вот. Подобрали по внешним компонентам. Подходит от Рено Аркана. Оно гораздо эффективнее, мощнее. Действительно, машина стала ехать гораздо лучше. И... Ну, практически как на автомате. Плавные трогания. На второй передаче, на малых оборотах, никаких вообще. То есть, педальку аккуратно опускаешь, она так. Ну, я же так. Ясно. То есть, сцеплением я рад. Да. Ну, пишите комментарии. Вот, два стоит автомобиля. 40 тысяч пробега, да? 80 тысяч пробегов. У тебя год какой? Девятый. Девятнадцатый. Девятнадцатый. Ну, у меня тоже там февраль. Ну, восемнадцатый. На ноябре тоже. В девятнадцатом покупал. Вот, Алексей на Дастре. Денежных вливаний, в принципе, туда не заводит. Чистый, чистый сток. Да. Да, да. Одна кнопка и шайба переключения. Вот, я про что и говорю. И сколько, я говорю, денег сюда вложил. Ну, в основном для того, чтобы показать, улучшить. Я не знаю, там и самоблоки разного типа, да, и лифт. Ну, с лифт нужен в Неве, это однозначно. Ну ладно. Нам стало, конечно, интересно. Если на моем невастике побольше оборотов. То есть мы ролики поставили по диагонали. Под переднее правое. Под заднее левое установили автомобиль. Первое прямое. Межосевой у нас заблокированный. Давай, Алексей, поехали. Не едет. Межосевой у нас. Ну, это съехал с роликов, руль повернул. Ну, да, но... Это ошибка пилотина. Ну, ладно. Вопрос в том, что не едет. Однозначно. Даже и высокие обороты были, но автомобиль не съехал. Хотя установлены самоблоки. Как я и говорил, АВТ, Саток впереди и АВТ в раздатке. Но это вот на роликах. А по диагонали, где я проезжал, вот там почему-то работает. Сейчас у нас по диагонали Duster. Задняя левая. Передняя правая. Без ESP. Давай, пробуй. Попробуй. Так, сейчас что, Алексей, делаем? Включаем ESP. Все, попробуй. Поехали. Бью обороты. Давай, обороты. Ну, опять, видишь, спокойненько, на оборотах. На моем автомобиле даже давали обороты. На заблокированном межосевом автомобиль не едет. Duster, как видите, даже с одним колесом выехал. А теперь уже и на двух тем более. Тем более. Красота. Красотища. Вот вам электронные помощники. Ролики я делал такие. Вот они. Колесо ставится. Все спокойно. Работает. Да. Да. Просто здесь настроена электроника, что чуть-чуть больше. Потому что 2-3 оборота колеса. Тогда только начинает тормозная система имитировать блокировки. Угу. Ну и тут, может быть, еще и колодочки подтяжены. Кручник-то я не зажимал. Ну, короче, все равно, Duster говно, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Ребята, пишем комментарии, комментарии. Вот этот вот значок на картах военных означает легкий танк. Легкий танк. Все. Все. Ребята, давайте комментарии. Пишем. Пишем, ребята. Что вы думаете? Старались мы уезжать. Переезжаем. Вот такой бугорок. Смотрите. Вот такой бугорок интересный. Вот Алексей сел на мой автомобиль. Первая пониженная. Межосевой разблокированный. То есть ничего мы не блокируем. Так. Ха-ха-ха. Вот. До старовод на Ниве отвык ездить. Ну и посмотрим. Просто интересно. Смотрите. Разблокирована. Первая пониженная. Алексей будет пытаться разными путями ее мне. Так. Это разблокирована. Сейчас мы заблокируемся. Подожди. Сейчас попробую заблокироваться. Вот этот рычаг на себя. Вот этот. Нет. Надо в движение покрутить. И он так чик и зафлючится. Вот. Смотрите. Заблокирована. Чуть-чуть пот надо. Ну. Выехала сложновато. Но выехала. Да? Сейчас посмотрим. Дастер. Как поедет. Такие обороты думаю. Сейчас полуосядах разлетается у меня. Ну да. Ну это такой угол. Серьезно Алексей сделал. То есть не перекатом. А вот именно. Сейчас смотрите. Как дастер поедет. Как видели. Вот. Когда мы заблокировались межосевой. Она пыталась. Прям. Дынг. 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 Пытается схватить. Ну что. Дастер. Поехали. Алексей. Смотрите. Как здесь будет работать. Вот. Колесо. И спокойненько. Спокойненько. Вывешивается. Ну где такое вида наслыханное. Вау. Прекрасно. Прекрасно. Электронные помощники просто прекрасно срабатывают. Да. Передний привод. Ты на переднем приводе? Сейчас на доме. Давай. Сейчас передний привод. ESP. Смотрите. Вывесилась. Передний привод. На одном колесе тащит. А все равно то колесо помогает. Леха. Понимаешь. Там муфта. А она мухая. Как на мотоцикле. Она все равно будет вести. Ну я все равно немножко помогает толкаться. Вот смотри. У меня два ВД написано. Вон я ничего не делал. Ну да. Давай попробуем ESP. Давай без ESP попробуем. Одно колесо вращается. Тормозные колодки. Станов поджимает. Ну прекрасно. Вот так вот. И выехал. Супер. 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 Супер.